Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова, ребят! С вами Локи и мы продолжаем карьеру нашего игрока FIFA 20 в команде Fulham. Спасибо вам за вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Продолжайте в том же духе. Ну и давайте смотреть, что сегодня нас с вами ждет. Мы в прошлой серии дебютировали в сборной России, сделали две голевые передачи. Да, сейчас нас не на все матчи Fulham берут. И в комментариях сразу начали предлагать уходи, найди новую команду, тебе не дают играть. Ребят, ну и в жизни бывает так, что когда футболист начинает карьеру, нужно доказывать и пользоваться теми моментами, которые тебе предоставляет тренер. Не всегда тебя будут выпускать, это вполне нормальная тема. И мы сейчас находимся в чемпионшипе, куда еще ниже идти. В третью, четвертую английскую лигу, чтобы нас только выпустили. Мы сейчас сыграем, периодически забиваем голы, прокачиваем рейтинг. И в принципе, пока на данную минуту меня наша карьера полностью устраивает. Я никуда не тороплюсь. Мне говорят, что типа, ты не проходишь тренировки на рейтинг А, поэтому тебя не выставляют в состав. Ребят, уже не первый год снимаю карьеру. И не первый год я сталкиваюсь с этим, что в начале тебя не всегда выпускают. И когда ты уже раскачаешься, рейтинг в тренировках вообще никак влиять не будет на твою карьеру. Выпустят тебя, не выпустят. Это все влияет только лишь на твой уровень. То есть, чем лучше ты проходишь тренировки, тем быстрее ты можешь прокачаться. Но поскольку я особо никуда не тороплюсь, мне сейчас не так важно, чтобы я получал везде рейтинг А. И я не знаю, откуда вы берете эту информацию по поводу того, что если ты тренировку на А не выполнил, тебя в стартовый состав не вызвали. Точно так же, как и позиция на поле. Если ты не набираешь рейтинг или там набираешь рейтинг, но маленький тебя не выпускает. Вот сейчас, например, ничего не изменилось. Меня выпускают на матч против Халл Сити. Ну, это просто игра, ребят. И сейчас, вот, например, я же не набирал никакой рейтинг, не проходил тренировки на А. А просто меня вызвали в стартовый состав. Так что будем участвовать в тех матчах, которые нам предлагают. Сейчас мы играем против Халл Сити. Ну и, ребята, поехали. Мы сегодня первую игру играем дома. Хорошая солнечная погода. И мы в стартовом составе вместе с Митровичем. Сегодня решил тренер его выпустить с первых минут. Это отлично. Потому что именно с ним у нас хорошее такое взаимопонимание в атаке. Ну и давайте смотреть, что сейчас мы сможем предложить нашему сопернику. Пока что мы только боролись за мяч. Удар поворотом, но здесь к этому был готов Галл Кипер. И в итоге на пятой минуте мы хотя бы попробовали пробить поворотом. Сделал это наш партнер по атаке. Сделали рулетку, а вот потом оторваться не смогли. Нужно немножко скорость нам подкачивать, чтобы вот в такие моменты у нас получалось на рывке убегать от соперника. Халл Сити в атаке по правому флангу. Пытаются они что-то придумать. Все чаще, кстати говоря, атакуют именно по правой бровке. И вот сейчас опасно. Удар поворотом. Добивание. И нас прощают. Митрович. Открывается под передачу. Удар поворотом. И 1-0. Очередная наша голевая передача. И очередной гол Митровича. Ну классно здесь разыграли. И здорово наш партнер по атаке открывался. Мы дали аккуратно ему в зону. И он сразу же расчехлив пушку поразил ворота. 22-я минута. Митрович сбивает свой третий гол. Ну и снова разгоняем атаку на сей раз уже по левому флангу. И не успел сделать подачу. Вот немножко скорости не хватает. Вот где-то вроде бы неплохо обыгрываем. А дальше вот просто не хватает скорости. Но мы здорово боремся. Хорошая игра в корпус. Подача на дальнюю. А там решил партнер не открываться. Сначала он пошел. А потом просто остановился. 35-я минута атака Халл-Сити. Пытались они забросить мяч на правый фланг. В итоге здорово играет наш крайний защитник. Еще одна подача. И теперь угловой. Не хотелось бы пропускать до перерыва. Подача есть. Отбились. Но снова Халл-Сити с мячом в атаке. И здорово. Здорово. Пусть и на вынос. Просто без адреса. Но хотя бы подальше от наших ворот. И снова пас на Митровича. Удар по воротам. И мяч проходит рядышком. Здорово разыграли. Митрович пяткой выкатывал под удар. Но здесь, посмотрите, и защитник здорово сыграл. Прямо корпусом вытеснял. И штрафной. И в итоге на 41-й минуте мы создаем еще один неплохой момент. У нас начинается второй тайм. Фуллхам Халл-Сити. Пока что 1-0. Наша команда впереди. Благодаря нашей голевой передаче. И забитому мячу в исполнении Митровича. И удар в дальний. Но здесь чуть-чуть выше пошел мяч. Но момент неплохой. Нужно иногда и на себя игру брать. Плюс мы за счет дриблинга, за счет попыток прокачиваем своего игрока. Здорово играет защитник. И боковыми ножницами выносит мяч. И штрафной. Но в отборе снова футболисты Халл-Сити. Они хотят забить. Они идут вперед. И нужно сейчас быть очень внимательными. Здорово. Отбились. Здорово. Ну же. Удар по воротам. Штанга. Да. Не только нам бывает, ребята, не везет в играх. Но и партнеры иногда попадают по каркасу ворот. Как здорово разыграли. Ну же. И это была подача, которая немножко срезалась. А как здорово пропускал. Удар по воротам. Но здесь неточный удар. Еще одна замена у нас в составе. Ну и уже видно. Видно, как устали команды. Очень много неточных передач. И хорошо, что мы пока выигрываем 1-0. Какой отважный подкат, но не попал. Не попал в ноги. А вот сейчас опасно. Две минуты добавили. И на вынос. И Митрович. Митрович выиграл вверх. И на этом финальный свисток, ребята. Это победа. Это 1-0. И давайте двигаться дальше. Нас, ребята, снова вызвали в сборную России. А также сейчас у нас матч против Бирмингема. Бирмингема, где мы тоже играем в стартовом составе. Начал нас почаще тренер выпускать в основе. Сегодня мы играем в гостях. Вот такой вот состав у нас выходит на эту игру. Ну и, ребята, поехали. Мы приехали в гости к Бирмингему. Сегодня обещали пасмурную погоду. Не знаю, добавили ли динамическую погоду в Пифе. Возможно ли такое, что пойдет во время матча дождь. Пока не знаю. Пока не знаю. Будем смотреть. Сегодня мы снова с Митровичем в нападении. В прошлом матче мы отдали на него голевую. А сейчас Бирмингем в атаке. Дальний удар по воротам. И он очень неточный. Но это попытка. Здорово. И прострельчик. Удар по воротам. Штанга. Ну вот смотрите-ка. Мы уже второй раз. Но точнее наши партнеры второй раз за серию попадают в каркас ворот. Играем дальше. Здесь неплохо. Ну же. И пас под удар. Но почему? Почему так бесхитростно получилось? Тем не менее, посмотрите-ка. Не смог зафиксировать этот мяч голкипер. На встречных курсах идет игра в одну сторону, в другую. Бирмингем в атаке. Пас пяточкой. Удар по воротам. И вот уже опасный момент у наших ворот. Заброс по флангу. Отлично. И ответная передача хороша. Заскакиваем в штрафную. Прострел Митрович. Не успел. Не успел Митрович. Но нужно было прыгать. И он показывает нам, что почему-то такая неточная передача. Но на мой взгляд можно было и Митровичу поднажать. Хорошо. Увидели сейчас свободную зону. Ну и побыстрее. Побыстрее, ребят. Вперед бежать. Классный разрезающий пас. Вроде бы нет. Офсайда нет. Офсайд все-таки есть. Шикарная передача. Снова разыгрываем хорошую стеночку. И посмотрите, как забежали в штрафную. Ну же, удар в дальний. Нет, удар получился в ближний, с левой. Но здорово играет Ротарь. Под занавес первого тайма хозяева идут вперед. Еще одна подача. Пока только вот так вот они играют. Ну а мы, может быть, попробуем сейчас контр-выпад сделать. Митрович. Неплохо. Уходим сейчас от защитника. А здесь передача, ну лишняя. Я не ожидал просто, что партнер сразу сделает ее на нас. И нажал кнопку для паса. В итоге момент упущен. И пока 0-0. Ну, ребят, непростой матч. С обеих сторон идут атаки. Где-то, может быть, у нас чуть-чуть интереснее они были. Митрович. Ну, чуть точнее передачу. Ну, что ж ты так. Здесь нужно было просто отдать точный пас нам на ход. И мы бы могли уже убегать один на один. Ну, а так. Контратака. Бирмингема. Пас под удар. И 1-0. Ну вот, ошиблись мы в нападении. Не получилась атака. Как тут же Кейта, который сегодня уже бил по нашим воротам в первом тайме, забивает гол. И выводит Бирмингем вперед. Ну, очень легко. Посмотрите, какая передача. И просто удар в ближний. Еще один удар по воротам и гол. Мы, ребята, сравниваем счет на 59-й минуте. Мы потеряли мяч. Потом вошли в борьбу. Напугали соперника. Он ошибся. И партнер сыграл на нас. Ну, а мы уже включили свои бомбардирские качества. И вколотили мяч в сетку ворот. Быстро отыгрываемся. 1-1. И на 59-й минуте мы записываем на себя забитый мяч. Это хорошо. Но этого, ребята, мало. Нужно побеждать. Мы и так сейчас находимся, по-моему, на пятой строчке. Не очень хорошую. Ну же! И голешник есть, ребята! Мы отдаем передачу голевую на... Керни. И он забивает гол. Долго мы возились там на фланге. Казалось, что сейчас вот-вот и можем потерять мяч. И посмотрите, голкипер Бирбингема просто не понимает, что происходит. Просто вовремя подставленная ножка и мяч в дальнем углу. Том Керни 6-й и его гол в чемпионате. Ну и тут же замена. Тут же замена. 66-я минута. И вот так вот буквально за 6 минут мы меняем счет этого матча в свою пользу. Ушли как отстоячего сейчас от соперника. И набираем скорость по флангу. Хорошо раскачали. И пас на дальнюю. Ну же, забить! И, к сожалению, офсайт. Ну как, как классно мы... Пару раз ушли от нашего оппонента. Бирбингем снова с мячом в атаке. Не давать бить, ребята. И опять угловой. Ну и в центр, в центр. Там же есть свободные зоны, ребята. Митрович. И вот сюда, в центр, кати. И мы не забиваем. Это просто изумительная атака. И с левой ноги... И вы видите, кусок газона просто вылетел над воротами. Видимо, ковырнули немножко. Под мяч. И снова пяточкой на Митровича. Пытается, пытается он сделать ответную передачу. Удар по воротам вынимает третий. Ребята, мы все-таки увеличиваем наше превосходство уже на 90-й минуте. 1-3. 1-3. И еще одна красивейшая комбинация. И стоит отметить, конечно, здесь Митровича, который просто до последнего выгрызал этот мяч. Где-то не получалось, где-то прокидывал между ног. И в итоге, ребята, мяч в сетке. Кнокер забивает свой пятый гол. Действительно, реализация у нас хорошая. Но пока вот в тройку лидеров у нас войти не получается. Уже закончилось компенсированное время. Я думаю, стоит уже идти ближе к своим воротам. Помогать. Защите. Ну и пора свистеть, арбитр. И все, ребят. Это победа. Это три очка. И сейчас узнаем, как там складываются дела у нас в турнирной таблице. Мы, ребята, в чемпионате на четвертой строчке. Но, как вы видите, у нас здесь очень плотненько все. И Шеффилд у нас на первом месте имеет всего лишь 35 очков. Сток Сити 32. Карди в Сити 31. И у нас 30. Так что, в принципе, одна-две победы. И здесь может все поменяться. У нас снова матчи сборной. Сначала у нас матч Кот-Дивуар, по идее же. Это правильно. Мы выигрываем. В первом матче за сборную нас туда не взяли. Может быть, на вторую игру нас позовут. Давайте посмотрим. Дивеев получил травму. У него свело икру. Два дня его не будет. Будет восстанавливаться. И сейчас у нас матч против сборной Польши. Куда нас вызывают уже в старте. Так что, ребята, поехали. Приятно, что уже с самого старта карьеры нас вызвали в сборную. Раньше, я помню, действительно нужно было очень долго играть, чтобы тебя вызвали. Ну, как минимум полсезона так точно. Для того, чтобы уже дебютировать за команду. Понятное дело, что это товарищеские игры. И здесь, может быть, нас вызывают, потому что тестируют различные составы. А на основные какие-то матчи, квалификации, например, чемпионаты мира, вряд ли нас, ребята, позовут. Сегодня мы сражаемся против Роберта Левандовски. Посмотрим, кто лучше, он или мы. Понятное дело, что это товарищеская встреча. Но я думаю, накал страстей на футбольном поле будет весьма боевым. Фокус на игроке. Роберт Левандовски. Он на острие у сборной Польши. И сейчас как раз-таки поляки идут вперед. Левандовски. Пас под удар. И вот это было опасно. Хорошая передача. Будет ли удар? Удар есть, но здесь с честной. Намертво забирает мяч. 17-я минута. И обменялись команды опасными моментами. Подача на дальнюю. Ну же! И мяч в сетке. Это, по-моему, Алан Загоев, если я не ошибаюсь. На 19-й минуте забивает гол. Не выводит нашу сборную вперед. Да, друзья, так и есть. Он оказался там, куда отскочил мяч. И уже поражал практически пустые ворота. Угол кипера сборной Польши шансов было маловато. 21-я минута, ребята. И 1-0. Ну, а точнее 0-1. Ну, вот так вот поляки попробовали, пробили. Потом пробили мы. И снова сборная Польши с мячом. Прострельная передача. Но здесь скорее мяч просто свалился с ноги. Поляки после того, как пропустили, очень активно идут вперед. Ливандовский. Пытается что-то придумать сам. Еще одна подача! И здесь уже здорово играет наш галкипер. Но поляки не останавливаются. Много розыгрышей на коротке. Ливандовский играет пока как разыгрывающий. Он не ждет мяча. Он пытается все сделать сам. И вот сейчас опасный какой гол! Роберт Ливандовский. В ближний угол прошивает очень здорово. 31-я минута. 1-1. Ну комбинация, конечно, хороша. Он увидел партнера, получил пас с пяткой и с левой ноги. В ближний угол. Красиво. Ну а вот и наш дальний удар. Неплохо. Решили проверить с честной. Но он в порядке. Еще один дальний удар. И снова с честной. Хорошо нам скатил аккуратно партнер мяч под удар. И мы, развернувшись, хлестко били в дальний угол. Но с честной показал высокий класс мастерства. И парировал ударно-угловой. Пока нашего тренера все устраивает. Черчесов говорит, что мы молодец. И вот сейчас здорово. На Черышева передача. Ответный пас. Хорошо. Снова Черышев. И над Загоева. Немножко не успел. Зелинский. Подача. Удар по воротам. И из ближнего угла вытаскивает наш галкипер. И все-таки гол, ребята. Это Роберт Ливандовский. Это его дубль. Пошла подача с фланга. И Роберт забивает второй гол. Пытались мы отбороться там на фланге. А в итоге соперник все равно сделал передачу. И посмотрите, какую классную. Но мне кажется, не столь сильным был удар, чтобы галкипер показывал себя. Нео из Матрицы. И просто падал на пятую точку. 2-1. И снова сборная Польши в атаке. Еще один удар. Ливандовский делает хэт-трик. Ну, здесь вся сборная прям на него играет. И с такой передачи, конечно, Ливандовский будет укладывать, наверное, 9 из 10. Но вот какие два разных тайма. Вроде бы неплохо мы играли в первом. А во втором, ну, вот такие передачи от партнеров, конечно, когда ты их даже не просишь. Ну, и все стоят. Все стоят, пробегают мимо. Не знаю, что с командой. Может быть, просто уже усталость. Ливандовский, скидка под удар. Но цепанули же за ногу. Арбитр, нашего защитника цепляют за ногу. Ты молчишь. И в итоге, ребята, финальный свисток. На этом наша серия заканчивается. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Поставьте Лукас Роберту Ливандовскому, который оформил хэт-трик. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok